Здравствуйте, мы волонтеры из 144-й школы и мы пришли вас поздравить с Днем Победы, с Великим Праздником. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья. Визит волонтеров из 144-й школы стал для Нины Герасимовны Ланченковой приятным сюрпризом. Она из тех, кто ковал победу в тылу. С 16 лет юная девушка стояла у станка и делала подшипники для танков и самолетов. Сегодня вспоминает, трудились круглыми сутками, времени на отдых едва хватало. Ремень падает и падает со станка. Он падал и по ногам мне. Он как снимется, как по ногам холостанет и все, я его поднимаю, одеваю на шлейф. Вот, продолжаем дальше работу. Убраться во дворе ветерана войны особая честь, говорят ребят. Ученики 144-й школы старательно подметают дорожки и выносят мусор с газонов. Яркая форма и энтузиазм – визитная карточка школьников. Денис Галаев в субботнике и общественные акции предпочитает скучному сидению за партой. Уверен, в коллективе любая работа в радость. Здесь друзья, мы убираемся, помогаем ветеранам. Ведь когда-то они нам помогали, без них бы не было и нас. Поэтому это наш долг. Желающих навести во дворе ветеранов марафет оказалось немало. К школьникам охотно присоединились местные жители. Инвентарь был на расхват. Паше чуть меньше двух лет. Пока даже непонятно, он держит метлу или держится за нее. Но мама Паши Мария, глядя на хозяйственного сына, только радуется. Говорит, от субботников одни плюсы. Хочется, чтобы детки бегали, играли. Им было приятно, весело, полезно для здоровья, фигуры и прочих радостей. Убираться в районе школьники будут до конца месяца. Дворам, где живут ветераны, особое внимание. 18 апреля ребята планируют выйти на общегородской субботник. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.